Создавать условия для развития туризма теперь будет управление по работе с молодежью и общественностью. Раньше этим в Новом Уренгое занималось управление по физической культуре, спорту и туризму. Решение, принятое по аналогии с построением подобных служб в округе, утвердили депутаты городской думы на очередном 54-м заседании. Кроме этого, народные избранники внесли изменения в правила землепользования и застройки, в генеральный план муниципального образования, уделили особое внимание деятельности такси в Новом Уренгое и проблемам парковок. С подробностями Надежда Печеркина. Кто за, прошу опустить. Кто против, воздержался. Решение, принятое единогласно. Решения по основным вопросам повестки дня принимаются быстро, не вызывают возражений, не рождают новых инициатив. Кто хотел, уже все по ним для себя выяснил на предварительном рабочем заседании. Депутаты утвердили изменения в правилах землепользования и застройки, в генеральном плане, приняли решение о награждении почетными грамотами, внесли изменения в положение об управлениях по работе с молодежью и общественностью и по физической культуре, спорту и туризму. А вот в вопросе разное сошлись аспекты безопасности и порядка на дорогах. Депутатов интересует, много ли в городе остается нелегальных таксистов и как они соблюдают правила движения. У нас ежедневно нарядами выявляются нарушения, которые допускают так называемые бомбилы, нелегальные такси. Присекаются, составляются вместо спиртного материала. Продолжать борьбу намерены совместными усилиями, в том числе с помощью налоговой инспекции. Таксисты-нелегалы часто мешают городским автобусам. Впрочем, у руководства МПАД претензий не только к ним, но и к водителям служебного транспорта. Тут, уверен председатель Думы, нужна работа специалиста предприятия. Пусть они в часы пик выйдут на эти остановки и водители других машин, которые занимают остановки общественного транспорта, больше чем это положено по делу, мешают вам работать, пусть они их попросят уехать, запишут вам информацию, какой организации, чего, чтобы вы могли поработать с руководителем, и было бы все нормально. Не все депутаты согласны с тем, что служебным автобусам требуются отдельной стоянки. Больше одной минуты автобус, который высаживает, ну две минуты от силы, и сажает пассажира, он не стоит в служебный транспорт на остановке. Поэтому этот вопрос, я считаю, неправильный. Сложная ситуация с парковкой возле центра «Строитель» привлекла внимание одного из депутатов. В часы пик в этом месте все предпосылки для дорожных аварий. И можно было бы порадоваться растущему благосостоянию братьев и сестер во Христе, или решить, что в храме совершается какая-то особая праздничная служба. На самом деле, загадочный ларчик открывается гораздо проще. Большинство машин, которые установлены возле храма, принадлежат работникам офисного здания, буквально через дорогу. Ближе к обеденному перерыву они появляются на дороге, там, где вздумается. Может, за рулем где-то и ругают недисциплинированных пешеходов, а здесь сами пренебрегают правилами массово, не скрываясь. Зачастую нарушают правила дорожного движения, пытаются, сократив путь, перебежать дорогу в неположенном месте, тем самым рискуя собственной жизнью, ну и создавая аварийную ситуацию на дороге. Этот вопрос будут обсуждать на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения. Депутаты Колесниченко обещают включить рабочую группу. Интересуются, думаю, вывозом из города брошенных автомобилей. Но глава администрации отмечает, это сегодня не самая острая проблема. Более срочного решения требуют те, кто превращает в парковку главные городские улицы. Нужно сегодня нам от имени Думы выходить в законодательную инициативу в ЗАГС Собрания о изменении административного законодательства Молнинского Таневого округа, позволяющего сегодня ГИБДД и администрации вывозить в определенные места стоянки брошенные транспортные средства, чтобы потом оплачивали, как в других городах, за вот это безобразие, которое сегодня творится на улице города. Может, это дело быстрее сдвинулось бы с мертвой точки. Подключись к этому активная общественность. Но перспектива обнаружить свою машину на штрафстоянке способна подействовать лучше, чем призывы к совести. На это и рассчитывают, если окруженные депутаты поддержат. Надежда Печоркина, Антон Берестянский, Николай Александров. Служба новостей «Импульс». Служба новостей «Импульс».